Прошло 8 месяцев с момента, как Наталья была избита. Физическая травма синяки давно прошли, а вот душевная рана не затягивается, не дает покоя и мешает жить. Как какой-то конец чего-то, вообще там, свет или может быть какой-то жизни, что это настолько... чувствуешь себя униженной. Бьет ты кто? Самый близкий человек. Тут по сути кому доверяешь? Своё тело, свои мысли, свои души, свои отчаяния, всё доверяешь. И этот человек наносит удар. Это не просто удар по улице идёт, из-за поворотни, откуда-то выскакивает грабитель, разбойник, образ преступника. А это близкий человек, с которым делили кровь, делили одну кровать. Поэтому это и так больно, особо больно. Мужчина и женщина жили в гражданском браке 9 лет. Три года как расстались. Встретились, чтобы обсудить, как ребёнок проведёт каникулы. Мирного разговора не получилось. В этот же день мама мальчика оказалась в больнице в нейрохирургическом отделении. Самое страшное, что в палаце состоялось из таких женщин, как я. В общем-то, социальных там не было. Это одна девушка. Я совсем не поняла. У неё была предшествовала трепанация черепа. Её избили и тут опять. То есть она была вообще в состоянии просто тяжёлым. При этом, когда пришёл представитель полиции, она отказалась давать показания, сказала, что не будет. Это ужасно. Бьёт, значит, любит. Что-то получается у нас где-то на уровне подсознания. У женщин мы уже в стране рождаются уже с тем, что это какой-то вариант нормы. Если ударил один раз, каждая девушка должна задуматься всё, прерывать отношения с таким человеком. Это повторится там. Будет подарок. В красивых случаях это будут подарки. Потом это будет прекрасное отношение. Даже секс будет великолепный. Произойдёт случай, опять будет срыв. Надо писать заявление. Человек должен понимать, что он несёт ответственность. Наталья написала заявление в мировой суд. Бывший муж обвинил её в сутяжничестве. Вот я прохожу один суд, второй суд. И наказание не последовало. Несмотря на все обиды, женщина не препятствует свиданиям сына с отцом. После этого все говорят. Да, я продолжаю давать общаться ему с отцом. Пытаюсь абстрагироваться. И всё-таки, он всё-таки мальчик. Больше всех от войн взрослых страдают дети. А ведь мальчикам и девочкам в будущем строить свои отношения. На каком примере? Лариса Колчанова, Андрей Соловьёв, Владислав Рашидов. Телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова